Еще вчера в семье Полухиных надеялись с помощью этой мультиварки приготовить вкусный ужин. Но очень быстро выяснилось, только что приобретенная техника неисправна. Дело в том, что мы купили позавчера аппарат вот этот, мультиварка, который не пекет как надо, не работает. Мы решили его заменить, он точно не работает. Нет. Он не делает свои функции, то есть не выпекает ничего вообще. То есть даже хлеб не пекет. Зачем он нам? В магазине мультиварку на деньги не меняют. Причина необычна. В торговом зале из всех сотрудников только охранник. Доступа кассе он не имеет. Так что не продать товар потенциальному покупателю, не вернуть наличные недовольным мужчина не может. Зачем тогда работает сам магазин? Чита Полухиных не понимает. После того, как мы пришли в этот магазин в 11 часов сегодня утра, там находится один продавец. Или не продавец, он уже охранник. Нету ни продавца, ни консультанта, ни начальства. Мы прождали его до двух часов, они сказали, два часа. Сейчас уже третий час, никто не появился. Вот, соответственно, мы не знаем, как поступить. А куда-то звонили? Мы звонили, как там, в Роспотребно, по правам потребителя. Ну, там трубку никто не берет, мы прозвонили, там два часа. Мужчина, который там всех заменяет, он позвонил на час. Кому-то там. Да, 5 часов, говорит, будут. Да. До пяти часов. То есть сначала до двух подождите, сейчас до пяти ждите. По закону охранник может принять от покупателя заявление и передать его руководству магазина. Но главный советчик, единственного сотрудника этой организации, его коллега, такой же охранник. Проконсультировавшись с ним по телефону, мужчина предлагает поменять одну мультиварку на другую, без лишнего лакита. И он вам предложил сейчас обменять. А как это происходит? Ты же просто охранник. У вас есть такие полномочия? Обменять-то могу. Обменять можете? Да. Охранник магазина не имеет таких полномочий на выдачу товара, на обмен товара. Но заявление он имел право, да, принять? Заявление как сотрудник магазина принять имел и передать, соответственно, его впоследствии директору либо продавцу. На информационных стендах в зале нет ни одного номера телефона. Так что пожаловаться клиенты этого магазина могут только друг другу, либо все тому же охраннику. Это является нарушением, и в этом случае, я думаю, что надо обращаться в Роспотребнадзор, чтобы осуществили проверку данного торгового места. В конце второго рабочего дня семье Полухиных все же удалось вернуть свои деньги. В магазине появился еще один сотрудник, администратор. Доступ к кассе у него есть, поэтому без особых осложнений проблема была решена. К слову, перворальские торговые точки неудобства своим покупателям доставляют и другими способами. А вот еще одна неприятная ситуация, произошедшая по вине одной из весьма известных торговых марок в нашем городе. Произведя необходимые работы для магазина, а по традиции они проводили самый дождливый период осени, осталась вот такая граница из грязи, которая весьма затрудняет проход к ближайшему офису. Производитель работ обязан начать дорожные работы по восстановлению дорожных покрытий в местах поперечных раскосок улиц в течение суток, в местах продвольных разрытых проезжих частей в течение пяти дней, в местах раскулок местных проездов тротуаров, нарезных дорожках и газонов не позднее десяти дней. Матвей Матвеев, Максим Заголдный, Хроника дня.